Общее сведение. Липосаркома – злокачественное новообразование из группы мезенхимальных опухолей. Развивается из липобластов юных жировых клеток, обычно располагается в межмышечном пространстве, реже – в подкожной жировой клетчатке. Липосаркома является второй по распространенности злокачественной опухолью мягких тканей после фибросаркомы. Очень редко диагностируется у детей. Частота развития увеличивается с возрастом и достигает максимума к 50-60 годам. Женщины страдают реже мужчин. Интимичность отсутствует. Уровень злокачественности различается в зависимости от степени дифференцировки липосаркомы. Высокодифференцированные опухоли растут медленно и протекают относительно благоприятно. Для низкодифференцированных форм липосаркомы характерен быстрый рост гоматогенной в 35-40% случаев и лимфогенной в 6-9% случаев метастазирования. Рецидивы возникают у 45-75% пациентов. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии, ортопедии, неврологии и флебологии. Липосаркома Многие исследователи в числе факторов риска указывают механические травмы облучения или контакт с канцерогенными веществами. Липосаркома представляет собой одиночный узел либо диффузный инфильтрат неправильной формы. Чаще возникает в межмышечном пространстве, реже формируется в подкожной жировой клетчатке. Обычно располагается в проксимальных отделах нижних конечностей. Второе место по распространенности занимает липосаркома забрюшинного пространства. Далее в порядке убывания располагаются опухоли паховой области и ягодичной области и коленных суставов. Очень редко поражается молочное железо, голова, шея, область семенного канатика, стопы, кисти и большие половые губы. Как правило, новообразование одиночное, реже встречаются множественные липосаркомы. Поверхность опухоли желтоватая либо белая с сероватым оттенком. На разрезе видна серовато-розовая полупросвечивающая ткань с характерными участками рыбьего мяса. В ходе микроскопического исследования липосаркомы обнаруживаются как зрелые жировые клетки, так и атипичные липобласты звездчатами или веретенообразными ядрами. Клеточная цитоплазма содержит вкрапления жира, выявляющиеся при окрашивании суданом. Классификация липосаркомы с учетом особенностей строения и клинического течения различают следующие виды липосаркомы. Высокодифференцированная липосаркома Отличается медленным ростом, не метастазирует, по строению напоминает липому. Склерозирующая высокодифференцированная липосаркома Состоит из скопления зрелых жировых клеток, разделенных фиброзными прослойками, в которых располагаются атипичные клетки. Воспалительная высокодифференцированная липосаркома По строению напоминает один из предыдущих типов опухоли, но отличается от них наличием выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации. Миксоидная липосаркома Часто рецидивирует, не склонно к метастазированию. Содержит зрелые жировые клетки, круглые и веретенообразные липобласты. Имеет мукоидную строму с большим количеством мелких сосудов. Иногда в ткани новообразования выявляются участки с более низким уровнем дифференцировки клеток, что рассматривается как прогностически неблагоприятный вариант. Круглоклеточная липосаркома Представляет собой низкодифференцированный вариант миксоидной опухоли. При микроскопическом исследовании новообразования выявляются участки примитивных круглых клеток. Количество сосудов в таких участках меньше, чем в областях с высоким уровнем дифференцировки клеток. Плеоморфная липосаркома, содержит гигантские плеоморфные липобласты и небольшое количество мелких веретенообразных или округлых липобластов. Недифференцированная липосаркома, состоит из участков с высокой степенью дифференцировки и областей низкодифференцированных клеток, напоминающих плеоморфную фибросаркому. Или злокачественную фиброзную гистиоцитому. Симптомы липосаркомы Высокодифференцированные липосаркомы обычно протекают бессимптомной и становятся случайной находкой при возникновении локальной деформации или проведении обследования в связи с другими заболеваниями и травмами. Для начальных стадий низкодифференцированных липосарком также характерна бессимптомная течение. В последующем клинические проявления определяются поражением близлежащих анатомических структур. При сдавлении нервов возникают интенсивные боли, возможны нарушения чувствительности, порезы и параличи. Сдавление сосудов осложняется отеком и нарушением питания конечности. При сдавлении венозных стволов могут развиваться флебиты и тромбозы глубоких вен. При сдавлении артерии наблюдается ишемия конечности. Поражение костей бриллипосаркомы выявляется очень редко, сопровождается развитием болевого синдрома. При прогрессировании процесса возникают симптомы общей интоксикации, лихорадка, истощение и анемия. В отдельных случаях липосаркомы метастазируют в легкие печи, почки, сердце, яичники и костный мозг. Метастазы в лимфатические узлы выявляются очень редко. При пальпации определяется мягкая эластичная или плотная опухоль неправильной формы с неровными контурами. Диаметр узла может достигать 20 см. Некоторые новообразования имеют дольчатое строение. На начальных этапах липосаркома смещается в оперечном направлении, при прорастании кости узел становится неподвижным. Обычно опухоль достаточно четко отграничена от окружающих тканей, что в сочетании с экспансивным ростом создает впечатление доброкачественности новообразования. При этом на самом деле липосаркома распространяется по межмышечным пространствам. Диагностика липосаркома и диагноз устанавливают на основании анамнеза, жалоб, данных внешнего осмотра и результатов инструментальных исследований. Проводят МРТ пораженного сегмента, выполняют биопсию с последующим гистологическим исследованием образца. Для исключения метастазов больного с липосаркомой направляют на УЗИ внутренних органов, рентгенографию грудной клетки, рентгенографию и сканирование костей и конечностей. При поражении крупных сосудов осуществляют ангиографию. Окончательный диагноз выставляют с учетом результатов морфологического исследования. Липосаркома дифференцирует с липомой, рапдомиомой, внутримышечной миксомой, миксоидной хондросаркомой, миксоидной злокачественной фиброзной гистиоцитомой, плеоморфной злокачественной фиброзной гистиоцитомой, лимфомой, нейробластомой, внекостной саркомой, юинга, овсиноклеточным раком и некоторыми другими злокачественными новообразованиями мягких тканей. Продолжение следует...